МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа Новости 24 в студии Атика от Магомедова. И вот что у нас на этот час. Общие ориентиры для всех народов России. История и суть. Россия отмечает День народного единства. Испытание этносом. В России прошел большой этнографический диктант. Профилактика пожарной безопасности в частном секторе. Рейд МЧС продолжается по республике. 4 ноября в России отмечают День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников, связанных с окончанием смутного времени в России. Он символизирует сплочение народа и его способность объединиться в трудные времена. В Дагестане в честь этого праздника создалось торжественное разворачивание государственного флага. Подробнее расскажет Абдул Алиев. День народного единства отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предварительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В Дагестане его празднование началось на площади с патриотического флешмоба под лозунгом «Россия объединяет». По всей России сегодня отмечается День народного единства. Наша республика не стала исключением. Сотни молодых активистов вышли сегодня на площадь с флагами, тем самым обозначив важность этого праздника и выразив любовь к своей родине. Для республики эта дата также имеет важное значение, так как мы часть одной страны – России. То, как не наш многонациональный народ, знает, как необходимо единство всех народов перед общими проблемами и задачами. В мероприятии участвовали члены правительства республики и администрации города Махачкалы. На самом деле это грандиозный праздник для всей России. 4 ноября – День единства народов России. Когда-то в 1112 году мини-пожарские объединили народы России и освободили Россию от интервентов. Сегодня молодежь Дагестана продемонстрировала опять-таки свое единство и все мы дружно вышли на такой вот митинг-шествия. Кульминацией мероприятия стало торжественное разворачивание огромного триколора нашей страны. Государственный флаг развернули студенты и школьники, члены детских и молодежных общественных организаций. «Россия объединяет!» Предсоединиться к акции мог любой желающий. Одной из главных целей флешмоба было выражение сплоченности дагестанцев со всеми гражданами страны. «Должны быть всегда едины. Это пример для всех. Конечно, такой праздник важен для всего, конечно, для всей республики». Есть такая притча, когда отец дал, сыновья все время спорили, ругались, и он дал им веник и сказал, по одному, когда веник можно по одной поломать, а когда веник целиком, что его нельзя разломать. Наверное, когда все вместе, нас никто не победит, мы сильные. По окончании мероприятия все его участники направились к зданию Аварского театра, где празднование Дня народного единства продолжилось торжественным концертом. Абдулла Алиб Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне праздника Дня народного единства во всех субъектах Российской Федерации написали большой этнографический диктант. В Дагестане такой площадкой стала цитадель Наринкала в Дербенте. В диктанте приняли участие министры, депутаты, спортсмены, ученые, а также члены Московского Кавказского клуба. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. До начала диктанта еще полчаса. Волонтеры и дети в национальных костюмах с подносами с хлебом и солью, мацой и шеребетом – все в лучших дагестанских традициях. Затем гостей приветствует зажигательной лезгинкой Дербентский ансамбль национального танца «Гюнеш». Дербент встречает с солнечной погодой. После красочного открытия все участники диктанта прошли внутрь цитадели, где на открытом воздухе расставлены парты и стулья. Присоединиться к написанию БЭДА, то есть большого этнографического диктанта, может любой желающий. Образование, вероисповедание и гражданство не имеют значения. Главное, чтобы человек владел русским языком. Так, фамилия Нурмагомедов, Гамзат Нурмагомедович. Организатор объясняет правила диктанта. Начинается он ровно в 10.00. Тест представляет собой 30 вопросов. 20 из них одинаковые для всей страны. В 10 отражается региональная специфика. Вопросы, которые есть в этом диктанте, они показывают людям о том, что наше Отечество очень большое, многонациональное. В нем проживает множество разных народностей и национальностей. Но все мы жители одного единого государства, и это нас должно объединять. Не разделяться по признаку национальному или вероисповедному. А все мы должны ощущать себя граждане единого государства России, Российской Федерации, Российской империи, в конце концов. И это должно вселять в нас надежду на то, что наше государство, оно будет крепнуть и процветать. Вопросы касаются географии, культуры, традиций, обычаев и религий народа в стране. На решение вопросов дается 45 минут. Одной из первых работу сдала депутат Народного собрания Дагестана Анна Безрукова. Мы ближе узнаем Россию, историю России. На самом деле были очень сложные вопросы, на которые приходилось задуматься и включать логику, потому что невозможно все знать, а чисто логически уже ты понимаешь приблизительно, какой может быть ответ. Но я думаю, если ежегодно вот такие тесты будут проводиться, плюс еще, если эти тесты будут вводиться обязательными в школах, то я думаю, будут положительные плоды, мы этого получим. Мир, процветание всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Участники начинают сдавать работы. Большинство пишут этот диктант впервые. Многие из них узнали об акции от знакомых и коллег. Сам задумывался. Надо, видимо, больше времени с книгами проводить, чем с телефоном. Мы все время находимся с телефоном, а вот такие вопросы, которые элементарно задавать, ну, вроде мы отвечали, но приходилось и думать, и попытать, и там подсказывать. Вот так вот приходилось. Очень много было познавательного. Я так думаю, что если даже человек вот найдет где-то эти вопросы, даже если он в гугле найдет на него ответы, и для себя даже если он заполнит все эти ответы, я думаю, что от этого тоже будет польза человеку, потому что, ну, как сказать, да, это все-таки наша страна, наша история, мы от него никуда не уйдем. И зная это все, нам будет легче как-то воспринимать друг друга. Большой этот диктант впервые был организован в прошлом году. В нем приняли участие около 100 тысяч жителей России. В этом году участвующих в разы больше. Отличие состоит в том, что акция получила статус международный. И он направлен прежде всего на то, чтобы пробудить в молодом населении как раз вот в этой категории прежде всего интерес к познанию большего о соседях. Вот мы вместе живем все. И сегодня, допустим, находясь в Дербенте, мы можем писать, отвечать на вопросы в тестировании о том, какую, например, об особенностях кухни коренных народов, малочисленных Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Но это же действительно интересно, то есть изучать историю, культуру, культурные особенности своих сограждан. Да, мы все один большой народ, и это действительно важно и интересно знать друг о друге и гордиться друг другу. Есть огромное пространство, которое называется общество, с положительными тенденциями. И, конечно, к сожалению, с отрицательными тенденциями. И в зависимости от того, первым долгом общества, какую информацию ребенку будет преподавать, как ее будет отсеивать учитель во время образовательного процесса, и как ее будет отсеивать реформирование, то есть, он так говорит, как бухгалтерий, говорит, отчекрыживать родитель, родитель от этого зависит. То есть мы должны работать совместно. Общество, учитель, родитель над ребенком. Потому что ребенок – это продукт нашего труда. Мы должны воспроизвести того ребенка, которого мы хотим видеть. По завершении диктанта состоялся пресс-подход. Министры главы городов и районов республики поделились впечатлениями от просветительской акции и выдвинули свои предложения на будущий год. Поняли, что нам самим тоже надо углубиться в знания этнографии, углубиться в знания истории республики. И многие исторические моменты, которые имеют важное значение для нашей республики, для страны, конечно, обозначены в этих вопросах. И я думаю, что особенно для молодежи. Мы видим сейчас молодежь в этом направлении, хотя в последнее время много делается, все-таки много есть необходимостей, чтобы они знали свою историю, знали своих героев. Был определенный мандраж, вспомнил студенческие годы, по некоторым вопросам, по крайней мере. Знание все-таки истории, культуры своего родного края – это тоже проявление патриотизма. Чего, может быть, все-таки не хватает нашей молодежи. У нас есть много достижений в спорте, дай бог, еще больше. Но знание своей истории родного края – это важно. Поэтому мы в школах Дербента, в выпускных классах проводим занятия, посвященные тому, что мы готовим экскурсоводов по городу Дербенту. Это тоже очень важно. И вот инициатива министерства тоже правильная. Я сегодня подумала, нам нужно обязательно вместе с Министерством образования и науки разработать этнографический диктант с вопросами, да, связанными именно с народами Дагестана. Потому что нам не менее полезно больше знать друг о друге здесь, внутри Дагестана. И я думаю, мы совместно над этим поработаем. Завершился фестиваль выступления многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Амара Ханапиева. Дагестанский силач выполнял экстремально тяжелые трюки. Сгибал арматуру, рвал руками двухтомники и дарил дамам сердечки из стали. Организатором торжественного мероприятия в Дербенте выступило Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Московским Кавказским клубом. Все те, кто сегодня участвовал в диктанте, безусловно, получили некий объем дополнительных знаний. И самое главное, импульс к тому, чтобы получать эти знания в дальнейшем. Узнать о себе, о своей родине, о других народах России. Мне кажется, что в этом основная задача и она выполнена. Результаты диктанта станут известны в День Конституции России 12 декабря. С наступлением холодов в жилом секторе очень часто возникают возгорания по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В Дагестане с начала года зарегистрировано 293 пожара, при которых погибло 6 человек, а нанесенный материальный ущерб повысил 39 миллионов рублей. В поселке Новокихулай сотрудники МЧС провели профилактический рейд. Мероприятие было проведено с целью предотвращения возгорания в домах граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Особое внимание было обращено на состояние внутридомовых газовых сетей, вытяженную вентиляцию и электропроводку. В ходе рейда были выявлены такие нарушения, как использование самодельных газовых приборов, установка резиновых шлангов для прокладки газа. В ходе посещения жилых домов граждан было выявлено многочисленные нарушения, использованные отопительных приборов. Основными нарушениями это использование самодельных приборов, прокладка газопроводной сети с нарушениями. То есть использование резиновых шлангов, не предусмотрено для этих целей. В честь 140-летия классика аварской поэзии Гамзата Цадасы в Медицинском колледже имени Башларова прошел конкурс на лучшее чтение стихов выдающегося дагестанского поэта. Старт конкурсу был дан 30 октября. В нем принимали участие студенты колледжа и его филиала в других городах республики. Финал из отборочных этапов прошли 19 ребят. Под музыкальное сопровождение и соответствующий видеоряд они декламировали басни, поэмы и короткие отрывки из стихов Гамзата Цадасы. Оценивали выступления участников преподавателей русского языка и литературы. Первое место заняла студентка филиала медколледжа имени Башларова в Избирбаши Хаджат Ибрагимова. Участники, занявшие призовые места, в дальнейшем получат возможность выступить в аналогичном конкурсе уже на межвузовском уровне. Это такое непередаваемое чувство. И в целом то, что они читают книги, учат стихи для этого конкурса, это, во-первых, развивает их память, в целом вообще их речь. И я считаю, это очень нужные конкурсы, их надо больше проводить. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Ну а сразу после нас смотрите программу Ханжана Курбанова «Ремарка». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин